Приветствую вас, многоуважаемые зрители. Я Аксона Магазов. Я хочу представить вам мою прабабушку Физу Агамовну Ислам Галиеву. Она прожила те тяжелые годы во время Великой Отечественной войны. Хочу, чтобы вы услышали те рассказы сами. Сурнаны, можете, пожалуйста, рассказать о той самой тяжелой жизни? Эй, внучек, внучек, который раз я уже тебе рассказываю. Но все-таки, если даже мне очень трудно, еще раз повторю, вспоминать это, суночек, очень-очень сложно. Ведь это была не игра, а настоящая война, где каждый день убивали живых людей. Вспомнить, конечно, все очень трудно, потому что в школу принимали в эти годы с 9 лет. В 9 лет я поступила в школу номер 2. Эта школа сейчас находится, там балетное училище имени Рудольфа. Но учиться там пришлось немного, потому что школу отвели под военный госпиталь, А нас гоняли в полном смысле то в 10-ю школу, то в 15-ю школу, то под библиотеку. И учились мы, перебегая, как говорится, из школы в школу. Но! Но никогда не забывали, что мы учимся. Книг уже почти не было. Книги не издавали, потому что вся промышленность работала на войну. Тетради, книги, все это было самодельное. Ты представляешь, несколько газет, сложенных в тетради, сшитые в форму тетради, и мы учились писать. Второй, третий класс и так далее. Дома очень было холодно. Дров нет, печи развалились. Мужчин нет. Почему? Потому что нас три девочки и мама, и бабушка. А папа моего в 37-м году расстреляли по 58-й статье. И поэтому мама не распространялась, и мы не спрашивали, и не до этого нам было. И просто нам было жить очень трудно. Все четыре года износились. Одежды абсолютно никакой не было. Вместо хороших, тёплых платков мы надевали какие-то тряпки на голову. И вместо валенок мы уже носили резиновые калоши, сделанные из шины, автомашины. Шины, понимаешь? И залатанные какие-то чулки, ни резинок, ничего нет. Вместо резинок, значит, у нас тут какие-то чулки, старые тряпки. Было дело, даже в школу я не ходила несколько дней. Нечего было надеть. Поскольку я, несмотря на то, что холодно, голодно, учились плохо. Но мне давалась учёба легко, я училась хорошо. Поэтому мне подарили в школе телогрейку. И я начала ходить в школу. И с сестрой то одна, то один день она наденет, пойдёт, то я. У нас разница была только год. Уже дома этих тарелочек не осталось у нас. Тарелочки были сделаны из глины. Нам давали 250 граммов хлеба на один день. И кроме этого у нас не было ничего. Мы думали только о хлебе. Мучились. Если мы начнём играть, давай играть. А давай играть. И начнём говорить. Я бы поел сейчас. Ой, не говори, меня тошнит. И второе начинает. А я бы сейчас поела. Ой, не говори, голова болит. А я бы сейчас поела. Таким образом только о еде. И себя травили, травили, травили. Невозможный голод. Настолько было дома холодно, дров нет. Дрова нигде не продают. Печной у нас отопление. Деревянный однокомнатный дом. Мы даже дошли до того, что начали топить свою собственную крышу. Потому что жить было просто невозможно. И далее, когда уже наступает весна, мы уже рядами шли в лес. В лесу собирали мы дикий лук, называется. Потом какие-то травы, щавель. И вот всё, зелень, зелень. Но она была чистая. И всё-таки на этом, наверное, выживали. А когда удавалось, мы находили очистки картошки. И когда из очистки картошек, из какой-то наподобие муки, мама лепила какие-то картошки, то есть какие-то лепёшки, мы не могли дождаться. Это был праздник какой-то. Два-три дня могли после этого не есть. Было время, действительно, три-четыре дня пропускали уроки. И, тем не менее, учились. И даже у меня сохранилась сейчас грамота за хорошую учёбу в шестом классе с портретом Ленина и Сталина. Мы все были пропитаны только идеей партии, коммунистической партии. Сталин, Сталин, только Сталин. Сталин Иосиф Виссарионович для нас был. Это Ленин, это вождь, это вообще слово сказать нельзя было. Страшно было, когда кто-то может сказать что-нибудь не так. У нас начиналась друг с другом аж-таки война. И вот можно сказать, что товарищ Сталин, хотя сейчас многие хают и так, и едок приписывают, что неугодные какие-то ему черты, это неправда. В годы войны госпиталя даже раненым давали шоколад. И детям устанавливали усиленное питание один раз в год. Усиленное питание состояло из воды, кусочек хлеба, и отруби, и трава какая-то. Это называется усиленное питание, чтобы люди не погибали. По очереди давали в месяц эту траву. Далее, мы настолько верили «Победе», ради, телевидение. Ничего такого не было, ни газет до нас не дошло. Вот сейчас находится на улице Карла Маркса угол, угол Карла Маркса и коммунистический дом офицеров. И вот эта стена, дом офицеров, была большая карта. И вот по этой карте было подведено красная линия, ленточка. И вот каждый день в 8 часов утра мы бегали туда узнавать, куда ушла лента, какой город мы захватили, какой город мы отдали. Мы радостно прибегали домой, что лента подвинулась туда, какой-то город наш захватили. Для нас это был праздник. А если у нас силы немножко хватало, мы шли, конечно, в госпиталь. Обязательно, потому что там лежали не только просто раненые легко, лежали без глаз, без обеих рук и ног. И вот мы, каждый, садясь к кроватям этих больных, раненых, пели какие-то песни детские, какие только умели. Потом пели хором. И какие-то танцы танцевали, какие умели, плясали. И потом писали письма солдат, которые диктовали нам, сами видеть не могли. А мы написали эти, писали эти письма, от себя добавляли, что ваш сын или там дед, или муж очень хорошо себя ведет, он скоро вам приедет, привет. И шли пешочком быстренько в почтовое отделение и отправляли. И туда еще в письмо клали мы какие-то платочки, вышитые черными или какими-то однотонными нитками, потому что ниток не было. Своё имя старались писать, чтобы бойцу, а некоторые даже находили какие-то ириски или одну конфетку, старались положить туда в конверт. Хотя ребёнок сам глазами хотел бы съесть эту конфету. Настолько мы бы все были преданы в годы войны и после войны. Солдатам в госпиталях не хватало крови. И вот объявляли, кто может. И даже я метрику свою, свидетельство о рождении повысила, что я больше, чем есть я, с 14 лет, издавала кровь ежемесячно. И вот эти доноры носили вот эти значки, что я была донором. А эта кровь очень нужна была для того, чтобы лечить больных солдат в госпиталях. Я это тоже считаю своей заслугой. Немножечко и моя помощь оказалась нужна. Но годы войны я никогда не забуду. Никогда не забуду. Моя мама была медсестрой. Её никуда не отпускали. И 50 рублей она получила. Получала зарплату. Три девочки. Жить нам приходилось очень трудно. Однажды её маму взяли на фронт. На фронт. Она нам не сказала. Странно. Она всех нас троих взяла. И мы пошли на вокзал. Видим там эшелон, войны, военные кругом. Они со всеми здоровались. И с мамой здоровались. Мама говорит, я, говорит, сейчас уезжаю. А мы спрашиваем, куда, где мы? А вас заберут сейчас. Ну, по всей вероятности, в детский дом хотели нас забрать. И мы вцепились в её юбку, все трое. И начали громко-громко плакать. Потом какой-то генерал или дядя какой-то пришёл. К самим глянули. Чего ты, говорит, плачешь? Чего, говорит, эти дети? Зачем эти, чьи это дети? Дети? Это, говорит, мои дети. Их заберут, говорит, сейчас в детский дом. Меня берут на войну. Он стоял, этот бусатый генерал, генерал или кто-то стоял-стоял. Потом со своими знакомыми что-то переговорил он. Самигулина, забирай детей, иди домой. Ай, так мы обрадовались. Она забрала всех на их, пришла домой. А если бы её взяли на фронт, конечно, мы бы потеряли друг друга сестёр и оказались в детском доме. Вот сейчас как во сне, как было всё-таки тяжело. Как тяжело. Но всё-таки люди были очень дружные. Люди были очень дружные. Советами, слезами, хоть какими-то успокоительными словами успокаивали друг друга. Если кто-то упал от голода или чего-то поднимали, горячую воду старались подавать друг другу, гладили по головке, успокаивали как-то. Ну вот так жили мы четыре почти года. Голодными. И тем не менее, ведь стали людьми сок. Стали людьми. Нам силы придавала идея, вера, что Родина нас никогда не поступила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...